Русскоязычный отечественный сервис «Борис Боттон» называется, очень известный, о нем очень много говорили и очень много писали. Я вам две ссылочки сейчас в чат отправлю. Первая, ну там все подписано, я прокомментирую сейчас. Первая это викторина квест, так называемая. Там вы до конца, пока не пройдете все до конца, не узнаете, правильно вы отвечали или неправильно. В конце вам предложат написать адрес электронной почты, чтобы вам выслали ваши правильные ответы и ваши результаты. Ну, поэтому квест. Если вы хотите сразу получать информацию о том, правильно вы ответили или нет, тогда вариант два это тест. Ну, это я взяла готовые шаблоны и на их основе попробовала сконструировать Бориса. Сразу скажу про тариф, который здесь присутствует. Бесплатный тариф здесь ограничен тем, что с одним чат-ботом может одновременно работать не более 20 игроков. То есть, если 21 зайдет, то он уже не сможет попасть на чат-бот. Это единственное ограничение, все остальное в бесплатном тарифе здесь достаточно демократично. Можно создавать без ограничений чат-ботов и использовать их в своих личных целях и в профессиональных задачах. Давайте посмотрим, какие здесь предлагаются шаблоны. Шаблонов здесь достаточно много, 28. Большая часть здесь, конечно, для бизнеса, если так посмотреть. Тут и кофейни, и недвижимости, и магазин одежды. Но есть и образовательные. Вот, например, вверху, в верхней строчке есть квест-бот. Вот та самая первая ссылка. Дальше. Если чуть ниже опуститься, там можно найти, например, вот этот тест, о котором я вам говорила, ссылку послала. И появилось два новых шаблона. Один бот-помощник по библиотеке, который как раз для библиотечных целей можно использовать. И бот-экскурсовод. Там, для примера, шаблон экскурсия по Тбилиси. Ну, вместо Тбилиси можно взять любой другой город и использовать шаблон. Шаблонами работать, конечно, проще, потому что внутри уже все прописано. Вот так, например, выглядит конструктор изнутри. То есть здесь мы видим блоки отдельные, между собой они соединены вот такими вот линиями. И здесь понятно, из какого блока куда идет. Это вот, по-моему, как раз экскурсовод у нас. Представляется, рассказывает о себе, и дальше пошла история. Этот бот опускается еще ниже и ниже. Здесь достаточно разветвленный конструктор. Когда мы открываем шаблон, нам остается только редактировать содержимое. То есть стирать текст, вписывать какой-то слой. Дополнительно можно добавлять сюда смайлики и еще добавлять сюда картинки и видео для красоты. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Ну, вот с конструктором здесь понятно, да, просто стираем, добавляем. Если мы хотим что-то свое создать, либо шаблон модифицировать, либо вообще с нуля создать, то давайте на это посмотрим. Итак, допустим, я с нуля решила, есть такой вариант, начать с нуля. Первый блок создается автоматом. Как правило, это блок просто с каким-то текстом. Это, как правило, информационная какая-то вещь, где бот представляется, предлагает какие-то задания. Ну, в общем, приветственный блок, скажем, назовем его так. Итак, если мы нажмем на кнопочку, рядом с надписью «Открытый текст», вот стрелка, которая вниз показывает, то у нас откроется весь список блоков, которые мы можем вставлять в нашего чат-бота. Список здесь довольно большой. Он весь на экран не поместился. Вот самые основные варианты. Но нам, собственно говоря, и пригодятся как раз те, которые находятся вот в первой части этого списка. Итак, я немножко про каждого расскажу, что блок, какой означает. «Открытый текст» – это информационный блок, где мы просто даем какую-то информацию, объясняем какой-то факт, какое-то приветственное слово или, наоборот, прощальное слово пишем. Он не требует ответов, либо иногда мы можем написать, бот может написать, напишите любое слово, чтобы продолжить. Тоже используется блок с открытым текстом. Дальше. Если мы даем выбор нашему игроку, то для этого используются либо кнопки вторая, либо кнопки multiple. Ну, то есть, если один вариант ответов, то это просто кнопки, а если несколько правильных ответов будет, то это кнопки multiple. Дальше. Timeout – это тоже текст, но с задержкой во времени. Это информация, которая не требует ответа. Мы можем через Timeout давать какую-то большую информацию, то есть, чтобы она выдавалась не сразу большим блоком, а с небольшой задержкой по времени, маленькими блоками, чтобы ее было удобнее читать с экрана, например. Дальше. Что здесь еще нам может подойти? Блок оценка – это когда мы даем возможность оценить работу бота. Это обычно в конце дают. Для викторины, может, это и не пригодится, а, в принципе, для организации, например, каких-то других ботов можно использовать. Дальше. Есть еще хороший блок – предсказуемый вопрос. Вы задаете вопрос, где нужен предсказуемый, правильный ответ. То есть, вы спрашиваете, например, сколько будет 2 плюс 2. Ну, естественно, правильный ответ будет 4. Текст пользователь должен вести вручную. Как можно такой блок использовать? Ну, например, можно делать так – подсказки. Вот в одном из ботов у меня там в начале есть такой блок, когда, если ты не знаешь ответ, напиши слово «подсказка». Это тот самый предсказуемый вопрос. То есть, участник пишет слово «подсказка», а ему выпадает блок с открытым текстом или текст с задержкой по времени, где дается подсказка, которая ему поможет на этот вопрос ответить. Вот. Ну, и блок «Карусель» – это больше, конечно, для коммерческих ботов. Он показывает набор картинок с заголовками, описаниями, из которых надо что-то выбрать. Ну, тот же, та же викторина, только выбираем уже из картинок. Все остальные блоки, они уже коммерческие, о них говорить особо не придется. Там их довольно много, их больше 30 в этом конструкторе. Ну, как я уже сказала, выбираем, наверное, из первых. Рядом с каждым блоком стоит значок вопроса. Это подсказка, которая поможет вам сориентироваться, если вы что-то забыли или запутались. Ну, и дальше. Если вы создавали когда-то ментальные карты, рисовали там блоки, вдруг соединяли их линиями, то примерно чат-бот, парис-бот – это примерно то же самое. То есть рисуем тоже такую ментальную карту, но которая напоминает диалог. Открытый вопрос. У нас есть какое-то приветственное слово. И дальше у нас, если щелкнуть по этому блоку, предлагается несколько кнопок. Создать новый блок, перейти к какому-то блоку уже созданному или выполнить действие. Вот эти три кнопки и рассмотрим. Ну, например, создать новый блок, соответственно, это создать второй какой-то блок, и они тоже свяжутся между собой линиями. Переход к блоку – это когда вы соединять будете блок, не новый, а какой-то уже из ранее созданных. Для этого выбираем переход к блоку. Выполнить действие – эта кнопочка нужна для начисления баллов, например, если у вас викторина или какой-то тест. Итак, ну, например, и создаем мы новый блок, например, связываем уже два блока между собой. Нажали на кнопку «Выбрать блок», у нас список всех созданных ранее блоков, нам остается из этого списка выбрать тот, который нам необходим. И линиями они тут же соединятся между собой. Ну, по сути, вот викторина изнутри будет выглядеть вот таким образом. То есть у нас есть вопрос, вот, например, блок 13 у меня, варианты ответов, и от каждого варианта ответов идет новый блок, в зависимости от того, как отвечает человек. Если ответ верный, то будет один вариант ответа. Вот танцующие девочки будут обозначать у меня правильный ответ. Дальше. Если ответ неверный, то, соответственно, потянется к какому-то другому блоку, к неправильному ответу, либо к блоку с подсказками. И вот такая вот разветвленная структура получается. На практике мы выбрали блок кнопки. Написали вопрос, добавили кнопочки, и на каждой кнопке написали варианты ответов. Теперь от каждой кнопки у нас появляются новые плюсики, и мы от каждой кнопки начинаем тянуть новый блок. И вот таким образом мы ветвим нашу ментальную карту, он же чат-бот, соединяем между собой блоки. Как работает блок добавить баллы? Выбираем опцию выполнить действия, из списка выбираем баллы, ну и, соответственно, вот рядом с каждым блоком появились баллы. Плюсиком мы добавляем балл, минусом убираем. То есть правильный ответ у нас будет Пушкин, мы добавляем один балл. Минусуем, соответственно, остальные все ответы. И дальше через плюсики опять добавляем новые блоки. И вот таким образом у нас структура становится очень ветвящаяся. Если вас не пугают такие вот закоулки, если вам нравятся вот такие структуры выстраивать, то можно с нуля это попробовать. Если сложновато, то лучше взять уже готовый конструктор там внутри попробовать. Дальше. Я уже сказала, что к каждому блоку можно добавить какие-то дополнительные вещи. Например, картинки и видео. Для этого есть кнопочка с изображением скрепки. Она вверху расположена справа. Через эту кнопку мы можем загрузить картинку. Через опцию файл. Кстати, через файл можно грузить не только изображение, можно добавить с компьютера, например, текстовый файл с какой-то подсказкой, либо справочной информацией. Он будет прикреплен прямо вот внутрь викторины. И видео. Видео загружается по ссылке из YouTube или с компьютера. С компьютера ограничения есть до 64 мегабайт, по-моему, должен весить этот видеоролик. После того, как мы все добавили, здесь на пустом месте, вместо пустого места, появится либо картинка, либо видео. То, что мы добавили. Ну и таким образом мы к каждому блоку можем дополнительно какие-то иллюстрации добавлять. Когда мы создали нашу ветвистую структуру, обязательно нужно протестировать. В правом верхнем углу будет кнопка «Тест». Мы на нее нажимаем и просматриваем чат-бота и смотрим, как он работает. Как узнать, что какая-то есть ошибка, если чат-бот завис. То есть нам нужно пройти по всем кнопкам, понажимать все кнопки, попробовать все опции. Может быть, несколько раз запустить этого бота, чтобы все точно проверить. Если на каком-то участке пути бот завис, ну, не работает, то есть вот он что-то пишет, но ничего не появляется. Это длится довольно долго. Это значит, что какие-то блоки между собой не соединены линиями. Нужно вернуться назад, еще раз все линии отследить и проверить, что не так. Если тест показал, что все хорошо, то мы можем настроить нашего бота, то есть выбрать персонажа, аватарку, добавить фон и выбрать, для чего нам нужен бот. Сразу скажу, что бесплатно боты создаются для Телеграма, для Контакта и для веб-сайта. Остальные мы видим, что вот WhatsApp, он платный, к сожалению, бот. Но ВКонтакте и Телеграм хорошо поддерживают. Я создаю бота для сайта, поэтому я выбираю окошечко дизайн веб-бота. То есть вот это бот, который на сайте будет у меня. Мне предлагают картинку загрузить. Я ее загружаю с компьютера. Есть возможность выбрать динамический фон из библиотеки, например. То есть когда он будет там переливаться, двигаться, вот такой. Но я решила, что это отвлекает внимание, поэтому не стала. Дальше можно выбрать аватар бота. По умолчанию он будет бот Борис, логотипчик этого сервиса. Но я загрузила свою картинку, и она стала аватаркой. Выбрала ей цвет голубенький. Ну и дополнительно можно шрифт настроить, выбрать. Список небольшой, но можно выбрать подходящий. Настройки готовы. Дальше нам остается только получить код, чтобы встроить этого бота либо в ВКонтакт, либо в Телеграм, либо на сайт. Чтобы на сайт встроить, я нажала на кнопку «Настройка виджета» и выбрала опцию «Блок на странице». То есть я хочу, чтобы у меня этот бот появился прямо на странице. Не в углу, вот здесь, как здесь, в правом нижнем углу, а конкретно прямо вот в середине текста какого-то. Поэтому я выбрала «Блок на странице», получила код. Вот он внизу здесь. Я его скопировала и вставила на сайт. Что касается «Контакта» и «Телеграм», мы, соответственно, нажимаем на эти кнопки, получаем какие-то коды, дальнейшие указания, что с ними делать, куда вставлять и как этого бота селить в мессенджер. Ну, вот в общих чертах про Бориса, пожалуй, все, что я хотела рассказать. Вот, пожалуйста, его тарифные планы. Бесплатно, как я уже сказала, до 20 пользователей одновременно. Но количество подписчиков на этого бота может быть безлимитно. То есть, если вы поселите его в «Телеграме» или «ВКонтакте», то вы можете собирать там безлимитное количество подписчиков бота вашего. Дополнительно он работает на рассылках, принимает платежи и, в общем, делает полезное дело. Ну, более серьезные тарифы, они, естественно, платные. Здесь уже каждый выбирает на свой вкус, что называется.